Всем привет! Меня зовут Даша, и это канал для тех, кто изучает русский как иностранный. Это моя кошка Шейла, ей 11 лет, и она из Новосибирска, переехала ко мне в Санкт-Петербург от моих родителей два года назад. Сегодня я хочу поговорить о том, как сказать I'm sorry по-русски. В разных ситуациях мы используем разные слова. Самая простая ситуация, это если вы, например, кого-то случайно толкнули или наступили кому-то на ногу, вы говорите извините, извини, извини меня. Можно сказать извини, пожалуйста. Это то есть как excuse me по-английски. Например, извини меня, я забыла про нашу встречу. Извини, что позвонила так рано. Извини, что разбудила тебя, или разбудил тебя, если говорит парень. Извините за опоздание. Некоторые ученики любят извиняться за ошибки. Но я считаю, что ученикам не нужно извиняться за допущенные грамматические ошибки. Вы не обижаете преподавателя тем, что делаете ошибку, поэтому не нужно извиняться. А вот когда точно нужно извиняться, это ситуации, в которых вы действительно обидели человека. И здесь уже зависит от того, насколько серьёзна ситуация. Например, если вы кому-то солгали, то есть сказали ложь, сказали неправду, и человек об этом узнал, Тогда вы можете сказать прости меня, прости меня, пожалуйста. Или простите меня, если вы говорите на вы. Например, прости, пожалуйста, что я тебе соврал, или соврала. Прости, я не хотел, я не хотела тебя обидеть. Также, если вы, например, расстаёте с человеком, вы говорите, прости меня, пожалуйста, но мы не можем быть вместе. Как вы думаете, нужно ли говорить прости или извини, если ваш друг, например, не сдал экзамен, или у вашей подруги украли велосипед? Нет, так говорить не нужно, потому что вашей вины в этом нет. Что же тогда сказать? Например, мне очень жаль, что у тебя украли велосипед. Мне очень жаль, что ты не сдала экзамен. Или я сочувствую тебе. Например, как дела, почему ты такой грустный сегодня? И ваш друг говорит, я завалил экзамен. То есть я не сдал экзамен. И вы можете сказать, сочувствую. Давай я помогу тебе подготовиться. Или хочешь, я посижу с тобой. Хочешь, сходим куда-нибудь. Давай вместе посмотрим какой-нибудь фильм. То есть в этих ситуациях говорить прости или извини. Так, сейчас я подожду, пока моя кошка сходит в туалет. Филина, молодец! Выходи, парашонок! Парашонок! Филина! Кстати, на похожую тему был выпуск подкаста Russian with Dasha. Это самый первый выпуск, который я опубликовала. Он называется «Фразы вежливого человека». Послушайте его, если ещё не слушали. Ссылка в описании. И не забывайте, что мне очень приятно, когда вы оставляете комментарии и подписываетесь на мой канал. Так вы не пропускаете новые видео. И ещё одна ситуация, в которой нужно поддержать собеседника, поддержать друга или подругу, это когда он кого-то теряет. То есть когда у него или у неё умирает знакомый, друг, подруга или родственник. Что же мы тогда говорим? Мы не говорим «Извини», «Прости». Мне очень жаль, тоже звучит не совсем правильно, не совсем корректно в этой ситуации. Но когда кто-то кого-то теряет, мы выражаем соболезнования. Мы говорим «Соболезнуем» или «Прими мои соболезнования». Примите мои соболезнования. И ещё один момент. Если вы пишете это в письме или в сообщении, то постарайтесь не использовать эмоджи или, как мы говорим, смайлики. То есть лучше не заполнять свой текст никакими картинками, а написать «Я тебе соболезну», «Я соболезную твоей утрате», «Я соболезную вашей утрате». Вчера я узнала, что мой ученик из Польши погиб в автокатастрофе, в автомобильной аварии, когда путешествовал по Южной Америке. И эта новость, конечно, повергла меня в шок. В который раз понимаешь, насколько хрупка жизнь человека, насколько непредсказуема она может быть. Если вы участвовали в дебатах со мной или в уроке для патронов подкаста Russian Twist, или смотрели прямой эфир на моём канале в Телеграме, то вы знакомы с Войтеком. Я с уверенностью могу сказать, что Войтек был одним из лучших людей, которых я когда-либо знала. И мне очень горько осознавать, что его больше нет. Я уже передала свои соболезнования его девушке и коллегам. Войтек был примером для всех нас. Он использовал изучаемый язык не только для того, чтобы узнать больше о мире, но и также, чтобы помогать другим людям. Например, с марта 2022 года он ездил на вокзал Варшавы, чтобы встречать беженцев из Украины. И также помогал украинским пенсионерам, чьи дети остались в Киеве. Этим видео я хочу почтить память Войтека. Не бойтесь проявлять свои эмоции, не бойтесь делиться чувствами. Извиняться, просить прощения, сочувствовать и проявлять эмпатию не страшно. Страшно прожить свою жизнь пустую и не сделать ничего хорошего в этом мире. Я желаю вам всем добра. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА